День российского предпринимателя В Кумертау за два десятилетия сложилось Партнерство власти и бизнеса Именно партнерство Потому что у нас общие задачи Это развитие производства И социальной сферы Повышение благосостояния горожан Создание новых рабочих мест И конечный результат Успех в развитии предприятия и нашего города Предпринимательство В Кумертау развивается в самых разных Областях жизни города И в сфере строительства, и в жилищно-коммунальном Хозяйстве, и в сфере обслуживания Предпринимательство трудится для того, чтобы Жизнь горожан стала комфортнее Наши предприниматели поддерживают самые разные Инициативы, когда нужно помочь Городу или каким-то конкретным Малоимущим семьям Они обеспечивают работой и себя, и других Это большая ответственность, которую Предприниматели возлагают на себя Предприниматели – это Порода не унывающих людей, не складывающих Руки, которые Находят выход из любой ситуации Я думаю, что предприниматель – это тот, кто верит, что все будет хорошо Лучших предпринимателей и лучших работников Кто трудится на предприятиях малого и среднего бизнеса Поздравляли в торжественной обстановке Вручали грамоты, благодарственные письма За тот вклад, который они делают в развитии экономики города, республики, страны Среди награжденных и индивидуальный предприниматель Светлана Седова Светлана говорит, что отмечает профессиональный праздник с радостью Мы с хорошим настроением отмечаем праздник предпринимателей Хочу от своего имени поздравить всех предпринимателей нашего города Пожелать успехов и процветания всем Всего в республике 130 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса Екатерина Соломатина, Ильна Раминов, Новости Минувшая неделя стала завершающей в образовательном процессе выпускников школ Во всех школах города прошли последние звонки В этом году после 11 классов выпускаются около 500 учащихся И из 9 классов более 500 учеников На последний звонок мы отправляемся в школу номер один В этом учебном году школа пережила переезд с одного микрорайона в другой И объединение педагогического и ученического коллективов 11 классов здесь все сборные из разных школ Яна Коголенок выпускница Раньше она училась в 11 школе Осталась учиться здесь И когда сюда переехала школа номер один Яна говорит, что адаптировалась нормально И к новым педагогам, и к новым одноклассникам Я, наверное, даже рада, что я попала именно сюда Мне очень нравится эта школа Я человек общественный И мне легко вливаться в новые коллективы Поэтому у меня спокойно все прошло Произошедшее преобразование школы выдержало с достоинством Подтверждение тому высокая награда Которую она была удостоена на образовательном форуме Проходившем под патронатом Государственной Думы Школа номер один стала лучшей школой С углубленным изучением иностранного языка В 2014 году в России Все наши усилия по сохранению традиций В плане образования и воспитания первой школы Вылились в то, что в этом году мы приняли участие Во втором всероссийском общеобразовательном форуме Который посвящен теме Школа будущего, проблемы, перспективы будущей школы На этом форуме принимали участие школы Которые стали лауреатом всероссийского конкурса Лучшей школы года И вот лауреатом в номинации Лучшая школа в изучении иностранного языка Стала наша школа Стены первой школы в этом году покидают 56 учеников Среди них и Максим Ксенофонтов Максим ведет активную общественную жизнь Юноша говорит, что будет скучать по школе И первое, что будет вспоминать Победы над трудностями педагогов и школьных друзей Первое, что запомню, это самое трудное Наверное, это первые уроки тех предметов Которые давались тяжело И тот подход, который всегда был у учителей первой школы То, как они нам всегда помогали И, наверное, самое главное, что я буду вспоминать Это, несомненно, наши педагоги И, наверное, это те люди, по которым я буду скучать больше всего Но, во-вторых, это, конечно же, мое окружение Это ближайшие друзья, мои одноклассники Ну, недавно ведь говорят, что школьная дружба, она самая крепкая И вот хотелось бы, чтобы наши, мои ребята Никуда, не знаю, не разбегались, что ли А как-то держали все связи Последний звонок — это некая черта Которая подводит итог Итог совместной работы педагогов и выпускников В получении знаний во время учебы в школе Это время, когда школьники со слезами на глазах понимают Что время детства прошло И пора отправляться во взрослую жизнь И нужно в этот период совершить столько важных поступков От которых зависит много чего Карьера, самореализация в жизни И в конечном итоге социальный статус Родители понимают, что их чадо выросли И наступает новое время, время взросления Пора детишек отпускать из-под своего крыла свободную жизнь В общем, много осмыслений приходит вместе с последним звонком в жизнь выпускников А самое главное — это перспективы, которые открываются благодаря тому труду Которые ребята вкладывали во время учебы и при подготовке к ЕГЭ Это вызывает и чувство страха перед неизведанным И чувство радости, что жизнь не стоит на месте И чувство волнения, что впереди столько интересного Поэтому торжественное мероприятие, которое посвящено последнему школьному звонку Так и называется — радуга мечты и надежды Все присутствующие мечтают и надеются, что все пройдет хорошо Уже в понедельник, 26 мая, ребята сдавали первый ЕГЭ по литературе и географии В этом году они проходят особенно строго Под пристальным взором видеокамер и федеральных наблюдателей Первый экзамен прошел без эксцессов, говорят в управлении образования Пусть и все остальные экзамены — и школьные, и университетские, и жизненные экзамены Они проходят самым наилучшим образом Екатерина Соломатина, Ильина Ураминов, Новости В минувшие выходные для выпускников Кургазинского района, как и в целом по стране Прозвенели последние звонки Для 145-11 классников школы района этот день стал еще одним шагом к взрослой жизни В школу номер один села Ермолаева поздравить ребят со знаменательным праздником Пришли представители районной и местной администрации Родители, учителя и те, для кого последний звонок произвенит еще не скоро Ярким открытием праздника стал флешмоб с участием учеников школы всех возрастов ЗВОНОК В ПЕРАНДОЧУНА ЗВОНОК В ПОЭНДОЧУНА ВЗВУЧИ canción СТОНСКИЙ ПЕРАНДОЧУКА Субтитры делал DimaTorzok От имени главы администрации Кургазинского района Ахат Кутулахметова выпускников школы номер один напутствовала Люция Хамитова. Сегодня по всей России проходит праздник последнего звонка. Щемящей ноткой грусти отзовется он не только в ваших сердцах, но и в сердцах педагогов и, конечно же, родителей. Слово последний у всех без исключения вызывает определенные ассоциации. Расставание, груст. Последний звонок символизирует одновременно и завершение важного школьного этапа и начала большого взрослого пути. Дорогие выпускники, вы молоды, сильны и уверены в себе. Это радует. Стремитесь стать лучшими. Будьте успешными. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и не забывайте свою родную школу. Потому что школу всегда славят выпускники. Желаю вам, чтобы экзамены, подчеркивающие надежность ваших знаний, были не в тягость. Чтобы яркие мгновения школьной жизни остались в памяти, а впереди ожидали лишь победы и интересные открытия. За год учебы в школе ребят сопровождало множество учителей. Но самым дорогим, самым близким из них останется первый учитель. И вместе с нами вы шагали, учили нас, терпели нас, а мы лишь вас и понимали. И как домой, в роднойшний класс. Спасибо вам за вашу душу, за труд, терпение, добро, за то, что много нас сложили, хоть это было нелегко. Ответом выпускников на все пожелания классных руководителей и учителей стало данное имя клятва. Мы, выпускники 2014 года, школа номер один, села Ермолаево, торжественно клянемся, не забывать своих учителей и одноклассников. Клянемся, клянемся, клянемся. Отдельных слов благодарности и цветов были удостоены родители выпускников. На празднике было много музыки и песен, стихов и танцев, главный из которых – школьный вальс. Школьные годы чудесные, с дружкою, с книгой, с песнью, как они быстро летят, ох, не воротишь глаза, разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда. Школьные годы. И вот наступил долгожданный и трогательный момент. Для выпускников прозвенел самый последний их школьный звонок. Школа, встречай! Позвучит меня! И как символ уходящего детства в небо взлетели воздушные шары. Дорогие выпускники, загадайте сейчас желание и пусть оно обязательно сбудется! О том, не жиление, и детство, конечно, уходит, прощаться пора! Школе мы до свидания говорим сейчас! Поживай на прощание, счастье в добрый час! В добрый час! Последний звонок – волнительное событие не только для выпускников и учителей, но и для родителей. У меня сегодня такие эмоции. Я первый раз у ребенка выпускной. Это моя дочка самая старшая. У меня вот такие эмоции. Я сегодня плакала. Праздник последнего звонка такой долгожданный прилетел, как один миг. И у ребят осталось немало слов, как по адресу одноклассников, так и учителей. Учителям я желаю огромного здоровья, исполнения всех их желаний, чтобы они также продолжали готовить учеников, чтобы они были такими же сильными, такими же строгими, но в то же время добрыми. Я их очень сильно всех люблю. Они для меня очень многое сделали. Это очень волнительный день сегодня. Все очень долго к этому готовились, переживали. И сегодня все наконец случилось. Своим одноклассникам хочу пожелать, чтобы в дальнейшем у них все в жизни сложилось. Только удачи, поменьше плохих моментов, чтобы все у них было хорошо. А я хочу пожелать учителям, всем, ну, учительскому коллективу, чтобы все было хорошо, чтобы они никогда не болели. И, ну, чтобы мы все сдали экзамены. Поздравляем всех с праздником. Поздравляем. Впереди у ребят сдача ЕГЭ, результаты которых подведут итог 11 лет учебы в школе и определяют их дорогу в будущее. Елена Камска, Владимир Кузьмин, Новости. Елена Кузьмин, Новости.